Месячник по приборке подошел к концу и сразу стартовал месячник по озеленению. Сегодня городские власти объявили о финишной прямой благоустроительных работ в Кирове, ко дню города. Но, похоже, они еще не заглядывали во дворы и на второстепенной улице. Где-то порядок наведен так, что и не пройти. Высокий уровень опасности по клещам и не очень оперативная обработка зеленых и парковых зон города специалисты Роспотребнадзора подвели итоги 7 дней. Хотел похвастать перед девушкой, а в итоге попался в руки сотрудников Росгвардии. Последние криминальные новости в рубрике «Место происшествия». Смотря как повезет, активисты Народного фронта обратились в прокуратуру для проверки законности 26 биржевых терминалов. Их участники движения считают игровыми автоматами. От их взгляда по спине бегут мурашки, а европейские красавицы пытались в деталях скопировать их платья. В Вятском художественном музее открыли выставку уникальных кукол из частных коллекций. Вы смотрите информационный канал «Город». В ближайшие минуты мы расскажем о главных событиях четверга, 18 мая. В студии Оксана Ковтуньянка. Здравствуйте. Месячник по приборке подошел к концу и сразу стартовал месячник по озеленению. Сегодня городские власти объявили о финишной прямой благоустроительных работ в Кирове ко дню города. Но, похоже, они еще не заглядывали во дворы и на второстепенной улице, где этот порядок наведен так, что и не пройти о высадке цветов. У некоторых жителей дворов есть свой хозяйский взгляд. К примеру, план по двукратному увеличению площади Клум, на которой в ближайшие месяцы появятся однолетние бархатцы, они называют расточительством. Как ни крути, 2,5 миллиона бюджетных рублей. Подробности в сюжете. Бархатцы. Они однолетние, да? Да, да. Рабочий день у Виктора Овсяникова и Сергея Шлохвостова теперь занят в основном высадкой однолетних бархатцев. Расстояние от цветка до цветка 15 на 15. В шахматном порядке жесткие правила. В этом году, говорят, придется ускориться новый план городской администрации удвоить количество цветников и клумб. У нас цифра была от цветников цветочного озеленения малых архитектурных форм 46, порядка 46 тысяч квадратных метров. Но на сегодняшний день это 100 тысяч квадратных метров. С учетом того, что до дня города остался месяц, а месячник по городской приборке затянулся. Из-за погоды Дмитрий Печенкин признается, работать предстоит действительно быстро. Некоторые хировчане озеленителям не завидуют, а руководителям советуют подумать, не слишком ли расточительно 2,5 миллиона тратить на однолетние клумбы. Ведь удивляются даже гости из Германии, которые приезжали недавно вот к этой женщине. Они так вот спросили, вы добываете нефть или газ? Я говорю, нет, мы дотационные. Дотационные. Вы высаживаете однолетники? Это же неэкономно. Прохожие во дворах и на второстепенных улицах удивлены, неужели месячник по благоустройству, о котором сегодня также было сказано, действительно подошел к концу, не успев и начаться неделю назад. Там еще встречается много грязи и мусора, глубоких лоши, последствий коммунальных раскопок, непромытого асфальта, тротуаров и дорог и еще немного грязи, мусора и веток. Сравнивать с муниципальными скверами не очень правильно, но наведение хотя бы элементарного порядка, элементарной красоты очень ждут жители вот этого дома на Карла Липнихта 154. Сказать, что здесь беспорядок, значит ничего не сказать. И пользоваться детской площадкой, ну вот даже с усилием невозможно. Но как нам позже объясняли, жители договорились собраться на субботник, чтобы самостоятельно расчистить двор и детскую площадку. На улице Советской такого актива жителей нет, впрочем они сами не очень понимают, что именно хотела сделать спецтехника, которая появилась тут в четверг и очень быстро исчезла. Здесь очень низко просто, здесь постоянно вода стоит и грязь. Мы просто не очень можем понять, что здесь техника делала. А может быть они что-то собираются положить сюда, побольше наложить. Совсем свежие следы присутствия благоустроительной техники на улице Советской. А интерактивные карты нам подсказывают, что как раз до нашего приезда здесь работал бобкэт, приборочный бобкэт. И судя по состоянию вот этого тротуара, он пытался здесь прибраться. Начальник управления благоустройства и транспорта Дмитрий Печенкин во время высадки однолетних бархатцев недалеко от городской администрации заявил, что о проблемах знает. К подрядчикам действительно каждый день возникают замечания. Замечания есть определенного вида, они ежедневно обозначаются и им устраняются. То есть, ну, подрядчики выполняют поставленные перед ними задачи, есть недостатки, мы видим, но мы на них указываем. Потому что где-то техника подвела, где-то опять же те же погодные условия там. Главный в городе благоустроитель повещал, что месячник именно по благоустройству принято решение продолжить до 12 июня, то есть до дня города. К этому времени город должен быть вычищен, промыт и покрашен. В четверг, например, люди с желтой краской были замечены на Октябрьском проспекте. В городе сохраняется высокий уровень опасности по клещам, а обработаны до сих пор не все зоны. Специалисты Роспотребнадзора подвели итоги 7 дней. Количество укушенных растет с каждым днем. За неделю зафиксировано 424 обращения. Это половина от общего количества укушенных с начала этого сезона. После исследования клещей многие оказались переносчиками энцефалита. Специалисты говорят, что высокий уровень опасности в городе сохраняется. Правда, если сравнивать с цифрами прошлого года, укусов меньше. В Роспотребнадзоре связывают это с холодной погодой. И все же кировчан просят не забывать о мерах профилактики. Зеленые зоны города пока обработаны не все. Да и с наступлением кратковременного, но все же тепла, клещи могут вести себя более активно. Студентов могут лишить стипендий. А у депутатов ЗАГС Собрания появятся дополнительные выплаты. Подробности далее в традиционной рубрике «Короткой строкой». Представители трех политических партий в областном ЗАГС Собрании внесли предложение о ежемесячном финансировании фракции ОЗС в размере 80 тысяч рублей. Это около 5 миллионов рублей в год. Стоит отметить, что ранее на обсуждение была внесена поправка об отмене всех стипендий в федеральных вузах. Сэкономленные на студентах-бюджетниках деньги планировалось потратить на обеспечение кировчан, которые во время обучения потеряли родителей. Киров признан небезопасным городом для сексуальных меньшинств. В лаборатории исследования сексуальности составили интерактивную карту ненависти к однополой любви. Список составлялся по публикациям в средствах массовой информации за последние 5 лет. Благоустройство сквера на углу Октябрьского проспекта и Московской начнут в первый день лета. В группе «Строем Киров ВКонтакте» появилась информация о заключении соглашения между областным Минздравом и фирмой-застройщиком. В районе снесенного кинотеатра «Алые паруса» появится сквер с тремя аллеями и детской площадкой, при этом полностью на средства застройщика. До 31 мая должны снести ветхие корпуса кожно-венерологического диспансера, а уже 1 июня начнется облагораживание территории. Жители Кирова смогут бесплатно измерить давление. Киров присоединится ко всероссийской акции «Май месяц здорового сердца». В пятницу, 19 мая, с 13 до 16 часов аппараты для измерения артериального давления появятся в здании железнодорожного вокзала, а также в крупных торговых центрах на Воровского, 135, Ленина, 205, а также в офисах банков на Дериндяево, 25 и Воровского, 37. В автомобильной пробке на улице Ломоносова камера очевидца зафиксировала ДТП. По словам очевидцев, оба участника аварии в комнату оформления ДТП не прибыли. У водителя иномарки не было полиса ОСАГО. Оперативники 2-го отдела полиции разыскивают молодого человека и девушку, которые на улице Герцена угнали Волгу. В 2.40 ночи собственник авто услышал шум мотора двигателя, а еще через мгновение угонщик уехал на чужом автомобиле. Машину зафиксировала камера наблюдения в двух кварталах от места угона. Видно, как лихащий едет левыми колесами по дороге, а правами по тротуару, днищем. Волга цепляет бордюр, из-под машины высекаются искры. Водитель застрял, бросил авто и вместе с пассажиркой скрылся. На вид молодому человеку 20-30 лет, среднего телосложения, был одет во все серое. Девушке на вид 20-25 лет, среднего телосложения, была одета в спортивный костюм серого цвета. Парочка побежала в сторону улицы Горбачева, затем свернула в сторону улицы Карла Маркса. Всем, кто опознал героев видеоролика, необходимо позвонить в полицию по телефону 777-605. Хотел похвастаться перед подругой навыками вождения пьяный водитель Субару на улице Красина. 23-летний водитель устроил погоню, но его догнали и задержали сотрудники Росгвардии. Как выяснилось, лихач никогда не получал права. Антон Олегович, освидетельствование на состояние алкогольного пьянения будете проходить? Нет. Медицинское освидетельствование будете проходить у доктора? За отказ от экспертизы водителю полагался отдых в тюрьме минимум на 10 суток. Смотря как повезет, активисты Общероссийского народного фронта отреагировали на жалобы кировчан и проверили биржевые терминалы в 9 торговых точках. Эксперты движения признали устройство игровыми автоматами. В фирмах, которые торгуют такими терминалами, утверждают, что их бизнес абсолютно легальный, а для выигрыша необходимо обладать знаниями о биржевых рынках. Последним, считают в УНФ, автоматы не имеют никакого отношения. Люди не проводят операции с валютой или ценными бумагами. Им приходится делать ставки на изменения банковских курсов и котировок. По мнению экспертов, эти колебания можно только угадать. Только в Кирове активисты обнаружили 26 таких автоматов. Для проверки их законности они обратились в прокуратуру. Площадки под открытым небом, многочисленные мастер-классы и возможность абсолютно бесплатно посмотреть постоянные экспозиции. В субботу кировские музеи и выставочные залы в очередной раз присоединятся ко всероссийской акции «Ночь в музее». Организаторы пообещали, для проведения мероприятий в учреждениях будет использован буквально каждый угол. Более чем в 40 музеях по всей области пройдет порядка 100 мероприятий. Главными темами станут столетия Октябрьской революции и год экологии в России. В Министерстве культуры отмечают, что с каждым годом число посетителей увеличивается. В этом году ожидается, что «Ночь в музее» проведут больше 24 тысяч человек, при этом совершенно разных возрастов. «Первоначально, в первые годы, когда мы проводили эту акцию, приходили в основном студенты, учащиеся, молодежь. В последние годы контингент чуть-чуть меняется и приходят уже семьи, приходят дети с родителями, приходят с бабушками, с дедушками». Ежегодно расширяется и список учреждений. Кроме областных и муниципальных, к акции присоединяются и частные, и ведомственные музеи. Например, уже второй раз ночные экскурсии проведут и кировские энергетики. Узнать список всех мероприятий можно в группе информационного канала «Город ВКонтакте». В Авиатском художественном музее открыли выставку уникальных кукол из частных коллекций. От взгляда немецких барышень конца 18 века по спине бегут мурашки, а сто лет назад европейские красавицы пытались в деталях скопировать их платье. Рядом разместились глиняные игрушки из суны, на ней черного цвета и гораздо старше знаменитых дымковских. Найти хотя бы их осколок уже большая удача. Теперь же кировчане могут увидеть сразу несколько уникальных экспонатов. Одной из первых на выставке побывала Ольга Шмырина. А какая у вас любимая игрушка? Сотрудники музея Воснецовых об этом могут говорить часами. Даже выставку им посвятили. Коллекционеры-частники согласились показать свои сокровища всему городу. Вот, к примеру, фарфоровая кукла конца 18 века. А вот сколько это стоит? А сколько это? Что самое дорогое? Я скажу на этот одним словом бесценно. Ну, этими куклами, я сразу говорю, ими играть не надо сейчас. Их жалко. Если она упадет, она же сразу разобьется. А раньше играли, но ведь тоже не один на один с игрушкой. Играли только под присмотром гувернантки. У этих кукол из Германии натуральные волосы. В 18 веке из настоящих волос куклам делали даже брови. Немецкие мастера знали, на чем нельзя экономить. При покупке клиенты смотрели прежде всего на голову куклы. Такие с приоткрытым ртом и зубами пользовались особой популярностью. Важна покупателям была и одежда. У немецких мастеров даже были агенты в Париже, которые оперативно докладывали обо всех модных тенденциях. Сто лет назад кукольных мастеров по праву называли кутюрье. Ведь куклы всегда были одеты по последней моде. Шляпки, иногда даже зонтики, лицетворяли собой роскошь и богатство. И часто именно кукольные наряды ложились в дальнейшем в основу модных коллекций того времени. При этом фабрики, которые производили кукольную одежду, кукольную обувь и игрушечную посуду, в то же самое время производили их увеличенные копии только для людей. Немецкие дамы вряд ли самые взрослые экспонаты на выставке. За этими глиняными игрушками специалисты музея охотятся уже не один год. Найти даже их осколок – большая удача. Так называемые коземские игрушки делали в Суне, и промысел до наших дней не сохранился. Черного цвета эти свистульки имеют куда более древние корни, чем знаменитая дымковская игрушка. Я смотрю, у меня три смежных музыкальных дипломов, и поэтому во мне музыка звучит частушкой. У соседнего стенда Татьяна Стяшкина по внешнему виду матрешки может определить место ее изготовления. У каждой области в стране матрешки свои. Например, такие с инкрустацией соломки делают только у нас. Вятских матрешек также выдают голубые глаза и рыжие волосы. И самое главное – очень миловидная внешность. Это, отмечает художник фабрики, даже обязательное требование. Мы можем с ней и поговорить, и поулыбаться ей. То есть и в ответ она получается миловидная, приятная. Здесь можно не только изучить игрушки, но и поиграть, и даже создать собственную. В ночь музеев рядом с экспонатами разместятся мастерицы. На мастер-классы ждут и взрослых. Уверены, в каждом живет ребенок, который помнит свою любимую игрушку и засыпает с плюшевым мишкой. Ольга Шмырина, Дмитрий Анциферов, информационный канал, ГОРД. И о погоде на завтра прогноз от Алены Матвеевой. 95 лет назад, 19 мая, основана Всесоюзная пионерская организация имени Ленина. А мы от исторических событий перейдем к прогнозу погоды на завтра. 19 мая в Кирове ожидается малооблачная погода, возможен небольшой дождь, гроза. Днем плюс 17, ночью плюс 11 градусов. Ветер юго-западный до 3 метров в секунду. Атмосферное давление составит 748 миллиметров ртутного столба. Удачной вам пятницы! Таким был этот четверг, 18 мая. Если у вас есть новости, звоните в редакцию информационного канала ГОРОД по телефону 54 18 19. В студии для вас работала Оксана Ковтуненко. Увидимся в городе! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова